МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Внимание, мотор! В Житковичах работает единственная в области спортшкола, где развивают гиревой спорт. На тропе силы каратисты вышли на старт Киокушиновской гонки. Ровно через неделю стартует чемпионат Беларуси по мини-футболу. В сильнейшем дивизионе национального первенства наш регион представят три команды. Это серебряный призер минувшего чемпионата ВРЗ, а также БЧ и агрокомбинат Южный. Отмечу, что все трио, как и в предыдущие годы, домашние поединки будет проводить на одной арене в спорткомплексе Локомотив. О том, в каком состоянии подходят команды к новому игровому году, далее. В нынешнее межсезонье меньше всего кадровых изменений в составе вагоностроителей. Стан ВРЗ покинули Артем Гусельников и Александр Коваль. Уехали они недалеко. Один перешел в БЧ, другой в Южный. А вот новичка три. Правда, только один из них ранее не выступал за команду. Это Евгений Рогачев, перешедший из Борисова 900. Я знал, что команда очень хорошая, очень хороший коллектив ставит перед собой высокие задачи. В принципе, это и было основополагающим в переходе. Очень хорошая конкуренция в команде. Все нацелены на результат. Поэтому на данный момент я всем доволен. Еще двух новичков таковыми назвать можно с натяжкой. Контракт с командой подписал Евгений Чернейко. Вторую половину минувшего сезона тогда еще игрок столицы выступал за вагоностроителей на правах аренды. И вот состоялся окончательный переход. После двух сезонов в БЧ вернулся в Стан ВРЗ Артем Золотухин. Все приобретения, несомненно, усилят вагоностроителей. Тем более, что запас прочности необходим, учитывая, что в концовке минувшего сезона Анатолий Яновский не мог насобирать игроков на две полноценные четверки. К тому же не все еще оправились от травм. Если Юрий Дегтяренко играл в предсезонных спаррингах, участие в первых турах Дмитрия Рябцева, Евгения Клочко и Антона Матвиенко под вопросом. Пришли квалифицированные спортсмены, которые, я надеюсь, усилят нашу команду по именам. Хорошие, единственное, как будут взаимодействовать в своих игровых четверках, это покажет чемпионат. Южане в межсезонье также активно провели селекционную работу. Команда обновилась. Из БЧ в Южный высадился десант из трех игроков. Это Виктор Волков, Максим Коцур и Станислав Кудрицкий. Из ВРЗ перебрался Александр Коваль. Тренерский штаб полностью обновился практически. Пришли еще ряд игроков с ВРЗ. Пришел человек, пришли из БЧ три человека. Плюс еще как-то, не пробуя, может быть, кого-то из молодежи подтянуть. Много работы перед началом сезона и у БЧ. Состав железнодорожников обновился более чем наполовину, причем на всех уровнях. Полностью сменился тренерский штаб. Железнодорожников возглавил Алексей Попов. До этого он почти три сезона руководил ныне уже несуществующим столичным мопидом. Ассистирует ему Илья Гурин, также раньше работавший в стане домостроителей. Что касается игроков, то команда лишилась лидеров. Золотухина, Витисян, Тодо, Джварашвили. Стоит отметить, что и пополнение весьма серьезное. Денис Колп, Илья Казак и Евгений Переметин из Мопида. Артем Гусельников из ВРЗ. На Александр Белый из Дорожника. Из Оршанского Витена перебрался Евгений Дунаев. Вратарскую линию укрепил украинец Игорь Байдак. На фоне травмы Владимира Стремилова важное приобретение. Начинать сезон, имея в обоиме одного Егора Чипулиса, весьма рискованно. Заставшись до начала нового игрового года время, тренерскому штабу необходимо проделать большую работу по налаживанию игровых связей. Тем более, что соперники у железнодорожников в стартовых турах более чем серьезные. Тяжело будет первые шесть туров. Конечно, мы не выпускаем руки, будем стараться. Никому после зак, тречка, грубо говоря, не подали. Будем биться в каждой игре. Тренируемся, наиграем новые сочетания. Все по-новому, приходится перестраиваться. Пытаемся найти общий язык на поле. Самая большая проблема, что много новых людей. И сыграться за такой короткий период пока очень тяжело. Но над этим, наверное, будем работать. Сейчас, чтобы все друг друга чувствовали. Мы сейчас не в самой выгодной ситуации. Никто не собирается быть с мальчиками для BCI. Постараемся максимально сыграться. Сделать это пока тяжеловато. Матчи первого тура запланированы на 2-3 сентября. В БЧ предстоит визит к чемпионам. Столицы. Гомельских болельщиков на старте чемпионата ожидает дерби. Поединок Южного и ВРЗ. Номинальные хозяева – вагоностроители. На первые выходные сентября также намечен старт мужского и женского гонбольных чемпионатов в Белоруссии. Кстати, формат проведения в нынешнем сезоне изменился. От стадии плей-офф решено было отказаться. Так что теперь проходных матчей не будет ни для одной из команд. В субботу 2 сентября женская дружина дома сыграет с Березиной. Мужская в гостях со столичным Витязем. О последних новостях из стана команд в следующем материале. Как мы уже рассказывали, команда Сергея Цыганкова в межсезонье пополнилась пятью воспитанниками гомельского гонбола. Вернулись в строй после продолжительного восстановления Глеб Степанов, Александр Буйкевич и Дмитрий Смоликов. Также на просмотре были два легионера. На россияне линейный Александр Кочетков и левый полусредний Иван Бусинь. На деле их проверили во время международного турнира «Гомель-2017». Сразу после окончания оба отправились домой. Тренерский штаб молодым российским гонболистам, по-видимому, удивить не удалось. Кстати, в турнире хозяева паркета заняли третье место. Гомельчане потерпели два поражения от московского «Спартака» и гродненского «Кронана». Одолеть удалось только запорожский ЗНТУ «ЗАС». На днях Гомель провел еще два спарринга с Могилевским «Машекой». Дружины обменялись победами. Завершит программу предсезонных товарищеских матчей команда Сергея Цыганкова выступлением на международном турнире в Запорожье, который проходит в эти дни. Кроме внутреннего чемпионата, Гомель в предстоящем сезоне ожидают и еврокубковые баталии. В ноябре команда Сергея Цыганкова сыграет в 1-16 финала Кубка вызова ЕГФ. Соперник – исландский клуб «Вестманаэйр». У команды Томажа Чаттера также плотный график предсезонных спаррингов. После двух победных поединков в Жлобине с московским клубом «Луч» гонболистки отправились в небольшое турне по Европе. В польском «Любине» Гомель принял участие в международном турнире имени Генриха Круглинского. На групповом этапе команда Томажа Чаттера потерпела два поражения – от норвежского «Ларвика» и польской «Погани». В стыковом матче гомельчанки обыграли львовскую «Галычанку» и финишировали на пятой позиции. После Гомель отправился в Чешский мост, где сыграл две товарищеские игры с местной командой «Баник». Хорошо во встречах проявили себя легионеры. Летом стан команды пополнили украинка Леся Смолинг, пришедшая из львовской «Галычанки», и три сербки – Теодора Здравкович и сестры Мария и Елена Акбаба. «Могу сказать, да доволен младе игроки, две уже немножко больше опытные, которые играли в Сайфоку, это две сестры, сестры, одна линейна, вторая правна полосредняя. Но все равно надо работать, есть там много еще на достатку. Они тоже пришли сюда, что можно играть, что можно хорошо тренироваться. Что касается немножко Олеси, хороших игроков, сильных игроков, сборница Украины, тоже есть много на достатку, что надо исправить, да будут хорошие игроков, стараются, слушают, работают, и поэтому, я думаю, да будут хорошие игроки». Леся Смолинг видела Гомель в деле в матчах Балтийской лиги и знала, чего ожидать в новом коллективе. «Я очень довольна тем, что я сейчас в Гомеле. Все хорошая очень команда, девочки все, хороший коллектив, они все поддерживают меня, понимают, что мне надо влиться, они помогают мне. Мне так немножко тяжело, потому что надо почувствовать каждую из девчонок, знать, как кому удобнее, что лучше сделать, как лучше передачу отдать, защите нужно, лучше понять девчонок». А вот сербским гонболисткам освоиться немного сложнее. Сестры Мария и Елена Акбаба с детства играют бок о бок. В минувшем сезоне защищали цвета венгерского шеофока. И в Гомель также перебрались вдвоем. «Мы с сестрой с детства играем только вместе, очень довольны переходом. Приняли нас хорошо, мы сразу почувствовали себя частью команды». Не только легионерами прирос Гомель в межсезонье вливаются в коллектив молодые белорусские. Екатерина Дронова, кстати, дочь левой крайней Гомеля Ирины Дроновой, Анастасия Сивуха и Ксения Яскевич. Старт сезона у гомельских гонболисток будет весьма насыщенным. 2 сентября встреча с Березиной, а далее – главное испытание. 9 и 10 сентября команда примет участие в квалификационном турнире Лиги чемпионов, который пройдет в Норвегии. Более успешное, чем в прошлом году, выступление на Евроарене – одна из главных целей. Для ее достижения гонболистки готовы еще больше работать на тренировках. Конечно, уже опыт как бы есть, неудачный, но опыт есть. Поэтому, наверное, хотим немножко серьезнее отнестись в этом году к этим стартам. Вот будем работать. Хоккейный сезон в Беларуси традиционно начинал розыгрыш Кубка Салея. В воле и календаря для команд из Гомельской области матчи группового этапа вложились в 10 дней. За это время Гомель и Жлобинский Металлург провели по 4 матча, в том числе и очный поединок. Жребий свел дружины в группе «Б». Обзор группового этапа Кубка Салея в сюжете далее. Волки стартовали с поражения. На своем поле они уступили действующему обладателю трофея Гродненскому Неману. Хоккеисты из областного центра праздновали в первом туре победу. За счетом 5-1 повержен Витебск. В стане рыси отличились Павел Волчек, Герман Нестеров, Дмитрий Заломай, Эдди Избрахманец и Александр Семочкин. Первый период отыграли хорошо, собрано, провели в счете. Вышли на второй период, немножко раскрябанные, плюс соперник перестроился, пропустили гол, плюс соперник заставил нас понервничать, но вовремя забили третий гол. На третий период вышли более уже собранные, выполнили установку, отыграли строже в обороне и довели матч до победы. Во втором туре очередной эпизод Полесского дерби. Как потом оказалось, в этом матче решалась судьба путевки в полуфинал. Хозяева площадки, гомельчане, в первом периоде прибрали инициативу к своим рукам. Насев на ворота соперника, они не раз испытывали напрочность голки перожлобинской команды. Воплотить в гол преимущество удалось только на заключительной минуте периода. В большинстве Павел Волчек выложил шайбу на клюшку Игоря Ревенко. Последний не промахнулся. Гол в раздевалку разбудил Волков. Старт второго периода они оставили за собой. На 22-й минуте Евгений Самохин нашел пространство между щитков Романа Бабарико и сравнял счет. Гости оборотов не сбавляли. Помогали им в этом хозяева, зарабатывая удаление. Дошло до того, что менее минуты гомельчанам пришлось играть втроем против пятерки соперника. Это испытание рыси выдержали и далее сумели выровнять игру. До сирены на второй перерыв обошлось без шайб. Так что решение вопроса о победителе команды оставили на третий период. Градус матча возрастал, а заброшенных шайб не было. До 54-й минуты Игорь Ревенко голевым броском завершил сольный проход. В концовке «Металлург» в надежде сравнять счет устроил штурм ворот гомеля. К радости болельщиков хозяева выстояли и победили 2-1. У меня претензии к спецбригадам, то есть две игры, два поражения, имея столько большинства и в итоге с нулем. То, что первую игру мы в меньшинстве проиграли, то, что сейчас проиграли, опять же, в меньшинстве, будем, значит, менять спецбригады. Игра была равная, борьба на каждом участке поля. У нас тоже есть претензии к большинству, нашему тоже. Но мы просто лучше воспользовались своими моментами. Выжили максимум из того, что было. Первую победу на групповом этапе «Жлобинский Металлург» одержал в следующий игровой день. На своем льду «Волки» обыграли Витебск 4-0. Отличились Роман Шуба, Александр Пухловский, Павел Морщенок и Максим Слыш. Гомель дома учинил разгром Могилеву 9-3. Хит-трик на счету Игоря Ревенко. Дублем отметился Николай Суслан. По разу отличились Куцирь, Нестеров, Соломонов и Шведов. В четвертом туре Гомель в Гродно уступил местному Неману 4-3, а «Металлург» одолел Лиду 5-3. Вот результаты заключительного игрового дня в группе «Б» на расстановку команд в верхней части турнирной таблицы уже не могли повлиять. Гомель на выезде в овертайме был сильнее Лиды. «Жлобинский Металлург» переиграл Могилев 5-0. Таким образом, первую строку в группе «Б» занял Гродненский Неман. Вторую путевку в полуфинальную стадию получил Гомель. «Металлург» расположился на третьей строке в турнирной таблице. Решающие матчи Кубка Солея пройдут осенью. Близится окончание сезона в белорусском пляжном футболе. Уже известен обладатель второго по значимости трофея Кубка Беларуси. Финальный этап прошел в Мозере. Турнир не обошелся без неожиданностей. В девятом розыгрыше Кубка Беларуси по пляжному футболу приняли участие 8 команд. В том числе и мозырский коллектив «М-Сити», и молодежная сборная Беларуси У-23, которая проводила в Мозере учебно-тренировочный сбор. Турнир проводился по олимпийской системе. Хозяевам площадки в четвертьфинале в сопернике достался чемпион страны и обладатель Кубка Борисовский Батэ. Мозыряне в матче с грозным оппонентом не стушевались. Тем более, что обыгрывать грамм до белорусского пляжного футбола им не впервой. В мае в поединке за суперкубок мозыряне одолели борисовчан. «М-Сити» эту встречу начал мощно, поведя 2-0, однако Батэ вскоре сравнял счет. Правда, ненадолго. За 8 минут до финального свистка хозяева ввели 4-2. Однако борисовчане на то и чемпионы страны, чтобы вытаскивать самые непростые матчи. За оставшееся время они не только сравняли счет, но и вышли вперед. И в итоге победили 7-4. «Мы настраивались на то, чтобы дать бой Батэ. В принципе, это получилось. И мы рассчитывали на победу. И что нам не хватило, это сил, наверное, в третьем тайме. Потому что могу сказать, что подготовка наша наша желает... Ну, нужно больше тренироваться. Мы не очень хорошо подготовились. Из-за этого третий тайм немного посели. И в конце игры пропустили много голов, который решил ход встречи». В первом матче утешительного турнира М-Сити со счетом 9-7 обыграл команду Кировск-Дю США. И получил права оспаривать пятое место. На этом этапе в сопернике Мазырянам досталась дружина Полесье Кобрин. Перед родными трибунами местные футболисты показали зрелищный футбол и смогли в непростом поединке обыграть соперника. Итоговый счет матча за пятое место 8-7 в пользу М-Сити. Борьба за медали была не менее напряженной. Начались полуфиналы с неожиданности. Шестикратный обладатель трофея Борисовский Батэ сложил в себя полномочия. Непреодолимым барьером для чемпиона стала брестская команда «Лагуна». Дело в этой встрече дошло до овертайма, в котором удача была на стороне Брещан. Итоговая цифра на табло 5-4 в пользу «Лагуны». Матч тяжелый был. Хоть мы 3-0 вели, все равно БТ на классе сравняли. Потом обратно 4-3 вели. И тут же за минуту пропустили 4-4. Ну и до последнего уже в овертайме играли. И получилось, что как раз забили на первой минуте. Ну и выдержали уже счет до конца. Вторую путевку в полуфинал завоевала команда «Витоблспорт». Северяне обыграли белорусскую молодежку 5-4. Главный матч турнира, хоть и получился зрелищным, однако без особой интриги. «Витоблспорт» победил более чем уверенно. 4-1. Потому что в финал попали очень высокое достижение. Могли бы получше выступить. Но так получилось, немножко везения не хватило в финале. А так, ну, больше повезло Витебску. Бронзокубка Беларуси отправилась в Борисов. Батте был сильнее молодежки со счетом 3-2. Сильнейшие боксеры собрались в немецком Гамбурге. Там проходит чемпионат мира. Право выступить на престижном форуме получили три белоруса. Евгений Кармильчик, Михаил Долголевец и гомельчанин Владислав Смягликов. Несомненно, в эти дни все взгляды мирового боксерского сообщества прикованы к Германии. Однако в календаре нашлось место для еще одного турнира. Пусть и менее масштабного, но также интересного. В Махачкале проходит традиционный мемориал Магомед Салама Умаханова. Ежегодно соревнования собирают более сотни спортсменов из полутора десятков стран, в том числе из Беларуси. С 2015 года в турнире участвуют и женщины. Наши боксаны готовились к мемориалу Умаханова в Гомеле. В начале августа прекрасная половина гомельского бокса отличилась на престижном турнире памяти Виктора Ливенцева, который состоялся в Минске. Гомельчанки привезли оттуда семь наград, в том числе и одну золотую. На равных не было Яни Бурим. На мемориалу Умаханова планы не менее амбициозные. Ну тяжело. Наверное, не бывает легких боев. Да, достаточно тяжело было. Я провела три боя с представителями Великобритании, Белоруссии и России. Вообще победила. Собираемся ехать за победой. Учебно-тренировочный сбор проходил в колыбели гомельского женского бокса спортзале детско-юношеской школы «Скиф-ГГУ». Готовить девушек к тренерскому штабу в лице Игоря Фигуренко помогал доктор педагогических наук, профессор, заслуженный тренер России Василий Филимонов. Василий Иванович сейчас работает консультантом сборной Беларуси, помогал в подготовке боксеров к чемпионату мира в Гамбурге. После уделил внимание и женской сборной. На данный момент это касается чисто вопросов техники, тактики. Это больше схожая работа с молодыми боксерами 19-22 лет. Вот так скажем. Потому что это контингент более быстрый, более нежный. И тут надо учитывать, что девушка в последствии должна и становиться матерью и так далее. То есть это накладывается от печаток чисто на тактическую и техническую схему подготовки. На турнире в Махачкале белорусские выступят в пяти весовых категориях. Под руководством Игоря Фигуренко и Василия Филимонова готовились гаммельчанки Яна Бурим, Юлия Апанасович, Алина Вебер и Виктория Кебикова. До полной обоймы не хватало только минчанки Аллы Яршевич, которая проходила подготовку дома со своим тренером. Также вместе со взрослой командой трудилась и молодежь. Бронзовые призеры недавнего первенства Европы, гаммельчанки Владислава Колоскова и Мария Денисова, готовятся к молодежному чемпионату мира, который в ноябре состоится в Индии. У обеих девушек исключительно медальные планы. Приятно, что есть такая возможность, с такими людьми готовятся, тренироваться и открываются большие виды. После первенства Европы у нас был небольшой отдых, чтобы настроиться на подготовку первенства мира. Но сейчас начинаем уже первый этап, как бы начался подготовки. У меня три задачи. Это медаль, финал и гимн. Буду стараться выполнить все три. Девушки тренировались в двухразовом режиме. За 10 дней, который длился сбор, спортсменки прибавили и в тактическом, и в техническом аспектах. Во многом благодаря практическим и теоретическим советам Василия Филимонова. Подсказывает то, что исправит, то, что подкорректировать. То есть много интересного дает, много девчонки берут. Сам специалист высоко оценивает потенциал своего творческого тандема с Игорем Фигуренко. И видит прогресс гомельских боксан. Вот такое творческое сотрудничество с тренером Фигуренко, оно мне очень приятно. Он образованный, грамотный человек. И объединяет в своих методиках и те направления, с которыми он хорошо знаком. Из восточных единоборств. Там карате, муатай, кикбоксинг. И как бы привносит их в бокс. Это сейчас на современном этапе очень нужно. Потому что бокс, классический бокс, он движется вперед. Находятся новые уже направления. Виды у белорусской команды на турнир памяти Магомед Салама у Маханова медальные. В нынешнем году в женском боксерском календаре нет ни континентального, ни мирового чемпионатов. Потому такие престижные старты, как турнир в Махачкале. Единственная проверка сил на самом высоком уровне. Вот уже более четверти века в Житковичах успешно функционирует детско-юношеская спортивная школа «Мотор». За время своего существования она взрастила 80 мастеров спорта, среди которых двое международного уровня. Более чем достойный результат для учреждений в небольшом районном центре. Кроме того, это единственная спортивная школа области, где развивают гюревой спорт. О сегодняшних успехах и планах на будущее сюжет Дмитрия Котова. Гюревой спорт пока не является олимпийским видом, однако в последнее время очень активно развивается. Проходят континентальные и мировые первенства. В Житковичской спортивной школе «Мотор» не отстают. Это единственное учреждение в области, где сегодня культивируют этот вид спорта. Кроме того, тут проходит уникальный в своем роде международный турнир «Кубок Полесья», который ежегодно собирает атлетов из Беларуси, России, Украины и Прибалтики. «Развитие есть. И что примечательно, очень много детей идет в спорт. Их не надо за руку тянуть. Отвлекает это все, вы знаете, от улицы и прочее всего. Положительно влияет и на учебу, и на воспитание, и прочее. Тренерский коллектив у нас очень хороший. Опытный, главное, что опытный. Никто не бросает свое дело». Сегодня в спортивной школе занимается более 300 ребят. 100 из них – гиревым спортом. Наша съемочная группа попала на занятия, которые проводил опытный тренер Сергей Юзюк. Талантливый педагог разработал уникальную методику тренировок. Всех секретов не раскрывает. Однако главные правила довольно просты. Планомерное распределение нагрузок, а также индивидуальный подход к каждому ученику. Для этих ребят их спортивный путь только начинается. Впереди ждет немало преград и трудностей. Однако есть самое главное – желание, которое позволит преодолеть все трудности и достичь вершины. «Бывает такое желание сдаться, но я иду до конца. Толкаю гири, рву штанги. У нас тренер не очень строгий. Он, когда у нас что-то не получается, поддерживает. Говорит, что потом получится идти до конца». За 26 лет в Житковичской спортивной школе подготовлено 80 мастеров спорта, среди которых двое международного уровня. Результат для учреждения в небольшом городе действительно можно назвать колоссальным. Работа в направлении спортивного развития предстоит большая. Но главное, что есть заинтересованность как юных спортсменов, так и их тренеров. Поэтому главные достижения еще впереди. «Хочешь быть сильным? Будь им!» Под таким девизом в Гомельской области впервые прошел бойцовский забег «Киокушиновская гонка». Организатором состязания выступили областная федерация контактного каратэ «Сакура» и Гомельский центр восточных единоборств. Подробности в сюжете Анны Корольчук. Грязные, мокрые, но счастливые. Более 30 стойких духом и телом участников отправились покорять маршрут длиной 6,5 километров. Забег проходил возле деревни Грановка Речицкого района. Трасса соревнований включала 12 участков пересеченной местности с разностью высоты до 15 метров. Это были луг, болото, озеро, лес и грунтовая дорога. Забег стал частью ежегодного летнего лагеря «Киокушинкан карате». Это мы первый раз проводим такое мероприятие. Это в рамках нашего летнего похода, передвижного лагеря. Мы проводим экстремальную тропу. Летний лагерь у нас традиционный, проходит в августе всегда. И подразумевает какие-то тренировочные элементы. Сейчас так совпало, что он больше лагерь отдыха. Поэтому мы сильно тренироваться не будем. Мы хотим просто побыть на природу, брать какую-то функциональную дополнительную тренировку. Потому что у ребят сезон был достаточно тяжелый. Участники выступали в двух группах – мужчины и женщины. Также вне конкурса состоялся юниорский забег по упрощенной программе. На маршруте каждого ждали 9 препятствий на земле и в воде. Это плавание, перенос мешка с песком, проход по покрышкам, бревно и томишевари, как один из элементов карате. При невозможности прохождения препятствия участник выполнял штрафные бёрпи – составное упражнение из дисциплины кроссфит. На прошлых выходных мы участвовали в пешем походе «Тропа мужества». Вот у меня шапка с «Тропа мужества». Такого плана именно, что-то грандиозное, серьезное. То, что у нас организовали, нет, я еще в таком не участвовала. Я не знаю даже, что там будет. Я еще не изучала саму тропу. Это будет для меня что-то новое. Я даже боюсь идти изучать чуть-чуть. Так что я думаю, сразу же там и узнаю, что там будет. Ну, чуть-чуть такое есть. Потому что там, сказали, и болото будет, и бревна, и есть небольшой страх. Но я думаю, все будет отлично. Мы же бойцы. Состязания должны были состояться при любых погодных условиях. Стоит отметить, что участникам забега пришлось не сладко. Уже с утра стояла настоящая жара. Возможно, поэтому водные преграды преодолевали быстро. Восемь! Участники проверили свои силы в неклассическом кроссе и некоторых видах физической нагрузки. А главное, получили массу адреналина и положительных эмоций. Лучшее время – 34 минуты – показал представитель Калинковичей Александра Мельчук, который до этого стал вторым в гонке с препятствиями зон-райс у себя в городе. В женском забеге лидировала 15-летняя гомельчанка Александра Концевенко. Ее результат – 47 минут. Трасса не очень была. Ну, сложностей никаких не происходило. В основном беговая трасса. Самое тяжелое – плавание. В Калинковичах проходил зон-райс, без зон-райс. В Калинковичах стал вторым, а на бизон-райс стал восьмым валить. Занимаюсь в городе Калинкович. Сначала занимался легкой атлетикой, потом перешел в этот вид спорта. Завлекли. Одна из главных целей мероприятия – формирование навыков выживания в опасных условиях. И, конечно, популяризация такого вида боевых искусств, как киокушин карате. Организаторы надеются, что проведение такого забега станет традицией. Во время церемонии награждения свои призы получили и участники марафона «Тропа мужества», который прошел в начале августа в Логойске. Гомельская команда «Сакура» достойно прошла испытания на прочность и заняла первое место на дистанции 30 километров. Для Беларуси это мероприятие было новое. Мы кинули клич всем активным ребятам. Нас поддержали наши друзья, близкие нам люди. Центр Восточных единоборств Гомельский и Федерация «Сакура» контактного карате. Они представили своих ребят достойных. И Гомель в командном зачете выступил блестяще, с хорошим результатом. Они показали слаженную работу в команде, взаимовыручку. На этом все. Самыми интересными новостями из мира гомельского спорта воззнакомил Максим Савин. Удачи в делах и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова